13 сентября, день Киприана, назван в честь святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В юные годы он был язычником и работал юристом. Осознав свое истинное предназначение, пришел к правильной вере. В итоге он стал искусным богословом и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества и причинам, которые его вызывают. Киприана считает создателем канонического учения о единстве церкви и первым африканским епископом-мучеником. В народе этот день называли журавлиным вече. Считалось, что сегодня журавли собираются на лугах и решают, куда им отправиться на зимовку. Сегодня собирали урожай корнеплодов – свекла, картофель, морковь и клюквы. В народе существовало мнение, что клюкву нельзя собирать раньше этого дня. Это могло навлечь беду на человека. Мол, женщина может стать бесплодной, а мужчину нечистая сила сведет с ума. Либо нечисть просто может человека в болото затянуть. Первый за клюквой в этот день отправляли человека, родившегося сегодня. В народе существовало поверье, что он должен знать места, где растет много клюквы. Из собранной клюквы готовили начинку для пирожков, варили кисели и варенье. Приметы. Если сегодня журавли курлычут и летят по небу неспешно, осень будет теплой и затяжной. Если журавли летят на юхне клином, а поодиночке – это к неурожайному году. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.